Скажите, пожалуйста, предложения, которые выдвигаются о переносе КНС и использовании в другом месте, насколько они приемлемы и жизнеспособны, с вашей точки зрения? Я разобью эту проблему на две части. Первая – это обслуживание КНС, и это сейчас происходит. А другое – это абсолютно бездарные планы о переносе. Давайте, две вещи разные совершенно. Да, действительно, решением суда дано исключительное право подхода к объекту, который является опасным объектом, но до сих пор нас не пускают, хотя и решение суда было вручено этому фигуранту Макаренкову, и все, что нужно. И судебный пристав приезжал, разъяснял ему его права. И вдруг человек начал писать нам письма о том, что он вроде как не против, но представьте документы, списки, еще что-то. Решение суда это не написано. Им говорят, слушайте, давайте так, мы вам можем показать, что эти люди работают в совхозе, что их нужно допускать, у нас есть для этого приказы, копии можем вручить вам. А он сегодня придумывает всякие методы. Вот сегодня опять ходили тут наши представители с доверенностями, со списками. А он сказал, знаете, меня нету, приходите вечером. Но КНС не требует вот это вечером, утром. Решение суда четко записано. Беспрепятственный доступ к объектам вот такого типа. Поэтому это просто шантаж и вот взять как террористы заложников, чтобы потом что-то для себя выкружить. Вроде как понятно всем, что законные требования собственника здания должны быть верными. Мы же не мешаем ему подъезжать к его объектам. Хотя вокруг объектов, которые он называет своими, земля совхоза. И такое же решение есть, и без решения мы его сюда пропускали, потому что мы адекватные люди. Мы сейчас обнесем какую-нибудь мойку или какое-нибудь помещение забором, потом скажем, пока списки не предоставишь. Причем распорядок дня, когда вы можете подходить, мы будем решать. Подходить вам или не подходить. Но это грубое нарушение закона. Поэтому он просто испытывает терпение и занимается шантажем. Второй вопрос. Это вообще абсолютно бредовая идея. Я всегда говорю, что два дебила — это сила, а там их гораздо больше. Судя по всему. Потому что охранная зона КНС в соответствии со СНИПом, санитарно-экономическими правилами, есть такой САНПИН 221-1203. Санитарно-защитные зоны сооружений, иных объектов и предприятий. Тут четко написано, что санитарно-защитная зона КНС, вот такой КНС, как наша, от 2 до 5 тысяч кубов, она 20 метров. А вот охранная зона стоянки автомобильного транспорта, если там стоит больше 10 машин, то 50 метров. А если взять охранную зону мойки, которая находится там же, на этом же земельном участке, то она вообще 100 метров. И поэтому, если уж говорить о проблемах, связанных с проектированием строительством школы, то прежде всего надо закрыть обе стоянки. Причем и ту, которая около 17-го дома, и ту, которая около 20-го дома. Потому что стоянкам там вообще не место. Там абсолютно простое решение. И, кстати, абсолютно не связано с этим земельным участком, потому что на этом земельном участке, помимо КНС, проходят еще канализационные напорные коллекторы и самотечные коллекторы. Проходят линии ЛЭПы, ну или там подземные коммуникации, водопроводы. И это узел, где собирается вся канализация со всей его поселка. Если перерезать ее, вот эту стоянку, и все решается. И площадка, то есть и школа будет, значит, есть тут доступ. А вот здесь, ну просто сам, если бы был там, здесь обрыв 2,5-3 метра. Он же ниже находится, стадион. И куда ты тут пристроишься-то? К стадиону? На стадион? Да. Что за бред? А стадион тогда куда девать? Потому что школа без стадиона быть не может. Поэтому смысл переноса КНС вообще бессмысленен. Ну, лучше тогда убирать все остальное. А тут-то кругом сети. А здесь ничего нет. Проблема пристройки на самом деле в другом. Когда-то в Ленинский район выделялись 10 миллионов рублей из бюджета области, чтобы запроектировать, и 200 миллионов рублей было в программе правительства Московской области, в бюджете Московской области, предусмотрено для строительства этой пристройки. Эти деньги, это было уже, по-моему, при Хромове, были не освоены. Ну, потому что не умеют они работать, не знают как. И, кстати, препятствием к тому, к проектированию, было как раз наличие стоянок, а не КНС. Потому что, действительно, стоянки, охранная зона гораздо больше. И нужно было, я им предлагал это, изъять эту землю, а мы бы предоставили другой участок земли для стоянок. Никто бы не пострадал, ну, может быть, кроме немножко земли стало у совхоза меньше. Такие предложения были направлены, но в свое время ни Кошман, ни потом Хромов, ни каким образом не отреагировали. Деньги эти бюджетные, естественно, пропали, они не были использованы, насколько я знаю. И теперь этот крик, причем это же интересная вещь. Если вы не строите новых микрорайонов школы вообще, если вы закрываете, как случилось в Горках Ленинских, школу там, то, естественно, куда-то дети должны идти в школу. И у нас вот одномоментно в позапрошлом, по-моему, году приехало, по-моему, человек 80 или 90 детей из Горок. И они до сих пор же учатся. Плюс к этому вот эта вот интересная история про временную регистрацию. Когда некоторые наши граждане, большие семьи с детьми регистрируют на три месяца, с этой регистрацией эти люди приходят в школу, школа говорит, что она не может отказать, и берет, скажем так, на обучение детей, которые через три месяца уже не наши, ну, потому что регистрация закончилась. А они все равно ходят в школу. И поэтому я думаю, что тут надо просто порядок наводить. Именно с количеством наших учебных заведений на территории района. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что пригород лесное, в котором до сих пор нет школы, что римский квартал, в котором школы нет, развитие застройки, к сожалению, это так, на развилке, тоже без школы и без всего, привело к тому, что огромное количество микрорайонов вообще не обеспечено учебными заведениями. Если брать нормативы, то у нас все нормально. Но если брать вот эту ситуацию, в которой, значит, мы-то школу построили, а вот все остальное стало проблемой. Субтитры создавал DimaTorzok